Советское телевидение Генеральный секретарь в Ленинграде. Первая поездка по стране после избрания. Встреча с трудящимися прямо на улице. Генеральный секретарь Генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев родился весной 1931 года на юге России в селе Привольное. В прошлом веке в эти края бежали, спасаясь от гнета крепостные, на волю. Отсюда и название Привольное. В этом доме прошло его детство. Рос в простой крестьянской семье. Редкая фотография. Может быть единственное напоминание о детстве. Шестилетний босоногий мальчишка с бабушкой и дедом. Давайте будем делать вместе, решать те задачи, которые мы ставим вместе с вами. А задачи огромные. И они касаются всех. Народ возложил на нас ответственные обязанности. Мы должны думать, заботиться о будущем страны и о всех поколениях, живущих в нашей стране. Михаилу Горбачеву 15 лет. Он учится в школе. Сначала в родном селе Привольное, потом в районном центре за 20 километров. Учится и работает. На этом поле. В 15 лет началась его трудовая биография. Он стал помощником комбайнера. А управлял машиной его отец Сергей Андреевич Горбачев. Работали на этом комбайне. Заслужили высокие ордена. 18-летний Михаил был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Отец орденом Ленина. Это была награда старшего Горбачева за мирный труд. После орденов и медалей за воинскую доблесть. Я вам скажу сейчас, не стреляют. Пушки не рвутся, бомбы. Но период мы переживаем очень важный. Надо сильно двинуть нашу страну вперед. С тем, чтобы и города, и промышленность, и сельское хозяйство, и сферу услуг, и торговлю. С тем, чтобы изменить к лучшему все жизненные условия нашего народа. Но это же нам с вами, и мы должны это сделать. Но с умом, Вальдин. С умом. Московский университет. Окончив школу с серебряной медалью, Михаил Горбачев был принят сюда без экзаменов. Это снимок из газеты «Комсомольская правда», 1 сентября 1950 года. Впереди 5 лет учебы здесь, на юридическом факультете. В университете студент Горбачев вступил в коммунистическую партию. По окончании университета дипломированный юрист возвращается в родные места. Ставрополье. Край развитой промышленности и сельского хозяйства. И опять он работает и учится. Заканчивает второе высшее учебное заведение. На сей раз сельскохозяйственный институт. Получает диплом агронома-экономиста. Фотография тех лет. Руководитель комсомольской организации города Ставрополя Михаил Горбачев со своими товарищами. Почти четверть века Горбачев живет в этом городе. Он на комсомольской и партийной работе. Восемь лет первый секретарь краевой партийной организации. Одна из многих встреч на Ставрополье. И одна из редких киносъемок того времени. Михаил Сергеевич со школьниками. В летние месяцы они работают на уборке урожая. Сама жизнь, так сказать, высказалась за ученической бригадой. Это значит, что надо подрастающую смену включать активно и в сферу государственного управления, и общественные дела. И самое главное, включать в трудовой процесс со своими отцами, братьями, сестрами. Ну вот из них уже по 10 тысяч, по 6, по 7 тысяч намолотили ребят. Кто намолотили? Вместе. 10 тысяч, 10 тысяч водоросев намолотили. Где Виктор? Виктор Виктор Викторе. 10 тысяч? 10 тысяч намолотил. А из девушек кто на комбайн? А Мера, да? Она и на кассу. Тот работала в целый суток. Ну, такая маленькая на таком большом тракторе. Да. А на комбайнер за штурвал? Конечно. Это все точно? Можно проверить? Пожалуйста. Давай. Пойдем. Давай. Давай. На, ну, покажи мне рычаги, где что включается. Пока не включай. Где вот это движение? Да. Вот это, да? Это скоростя. Нейтральная. Вперед, это первая передача. Назад, да, и хвост. Право, да, сразу. Вперед третий, назад вторая скорость. И замолотилка, где включается? Вот, замолотилка. А это же не пытается, но там стоят рычаги нельзя. А молотилка отдельно включается? Вперед, и сам вместе? Вперед, и сам вместе. Только. Где дравлика, где поднять, ветер опустить? Можно, да. Где поднять. А двигаться можно без включенной молотилки? Ну, давай потихоньку двигайся. Дом в Ставрополе. В нем жила семья Горбачева. Семейные фотографии. 53-й год. Молодожены Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич. Супруги Горбачевой с дочерью. Раиса Максимовна преподаватель, кандидат философских наук. Дочь Ирина стала врачом. Она кандидат медицины. Недавняя фотография. Михаил Сергеевич с матерью, Марии Пантелеевной. Она и сейчас живет в селе Привольное. Крым. В гостях у пионеров. Вместе с Михаилом Сергеевичем, Раиса Максимовна и внучка Ксения. Ребята, которые вступают в жизнь, которым сейчас 10, они начинают только понимать. 15-20 лет больше понимать. Ну, 30 они уже больше понимают. Важно, чтобы они знали, что не все так просто, чтобы мы имели такую страну и такой город и эти достижения. В основе все-таки много крови и бота. И выдержки, которые проявили старшие поколения. А вот молодежь, которая сегодня принимает на свои плечи страну, должна это понимать, ценить и прибавку сделать. Горбачев никогда не был руководителем кабинетного типа. Находиться среди людей, интересоваться их жизнью и работой, прислушиваться к их советам – для него повседневная необходимость. Для нас центр тяжести должен быть смещен в план будничной практической работы. Поменьше громких слов, восхищений друг другом, побольше деловитости, ответственности за порученное дело, за достижение, обязательное достижение тех целей, которые мы поставили и на уровне предприятия, и на уровне области республики, и в целом перед страной. Деятельность Горбачева сразу привлекла к себе живой интерес во всем мире. За рубежом о нем заговорили как об инициаторе глубоких перемен, нового стиля руководства. В Кремле Горбачев принял представителей американского журнала «Тайм». Это была долгая и необычная беседа, очень откровенная. В заключении журналисты попросили разрешения задать вопрос личного порядка. «Скажите, люди вас боятся?» Горбачев рассмеялся. Как вы смотрите на то, что мы делаем внутри страны, вне ее, так сказать? Так вы следите, все вам понятно? Никаких вопросов не возникает? Нет. Сомнений никаких нет? Это было, наверное, было еще и раньше начать. Своевременно это, но даже и раньше. Все делается правильно. И правильно применяются все эти меры в отношении пьянства, безхозяйственной случая. Рабочий класс, интеллигенция наша, это все мы. Нормальный человек воспринимает дисциплину как хорошее состояние. Состояние, при котором можно дело делать спокойно, все уверенным быть, что ты сделаешь, тебя не подведут. Вот что такое дисциплина. Это же не то, что мы говорим, что муштру какую-то в стране тут, так сказать, вести. Нет, дисциплина, дисциплина в смысле отношения к делу, друг к другу, ответственности за себя, за страну, за товарищей. Вот что такое дисциплина. А не то, что равняешься мирно и молчишь тут. Нет, наоборот, наоборот, активность это, вот это дисциплина. Ленинград и Тюмень. Киев и Целиноград, Минск и Сургут, нефтепромыслы Сибири и заводы Украины, хлебные поля Казахстана и научные центры Белоруссии. Маршруты первых поездок по стране генерального секретаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спрашивается, общество, которое выдвигает перед собой такие грандиозные планы, связанные с преобразованием общества, с развитием экономики, улучшением всех сфер жизни, всего образа жизни. Может думать о войне. Это же абсурд. Каждому здравомыслящему человеку, а их все-таки мы считаем, большинство в мире, понятно, что это не так. Вы можете быть уверены, что мы сделаем все с тем, чтобы миролюбивую политику нашу активно проводить. Мы ведь у нас, я считаю, нашего народа, к американскому народу, самые хорошие чувства, уважения. Народ американский умеет трудиться, многое достиг. Другое дело, что это исторически ему благоприятствовало многое. На американской земле уже 200 лет практически войн никаких не было. Ну так уж скажем, не в обиду американцам. Значит, мы не хотим, чтобы они это испытали. Но если мы вот на примере Белоруссии можем сказать, какие потери. Да и страна наша как разрушена. Вся самая развитая часть страны была разрушена. Памятник павшим в годы Второй мировой войны в Привольном. На камне имена жителей села, отдавших жизни в борьбе с фашизмом. Есть среди них и солдаты из рода Горбачевых. Памятники павшим. Они в каждой деревне. В каждом городе. То, что мы делаем в международном плане, это отвечает интересам народа. И прежде всего, самым главным желанием людей не допустить войны, особенно ядер. Не допустить. А сейчас надо остановиться. Время такое, что так техникой наука двигается, что если мы сейчас не остановимся и не пойдем по пути сокращения, вплоть до полного уничтожения ядерного оружия, то потом могут такие быть уже войти процессы, которые трудно будет контролировать. Вот почему мы так настойчиво требовать настаивать перед всем миром в открытую свою позицию. Формулируем, что надо остановиться. Пока не поздно. В 1978 году Горбачев избран секретарем ЦК партии. Два года спустя членом Политбюро. С марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Два года спустя членом Политбюро.